Здравствуйте, меня зовут Турченко Светлана Юрьевна, я врач ультразвуковой диагностики высшей квалификационной категории со стажем работы более 30 лет. Сегодня мы поговорим об ультразвуковом исследовании мочевого пузыря. Это исследование назначается пациентам, у которых есть жалобы на боли внизу живота, на измененное мочеиспускание, на рези при мочеиспускании, а также тем, у кого условно плохие анализы мочи. Обязательным условием для ультразвукового исследования мочевого пузыря является состояние наполненности, даже переполненности. В этом состоянии стенки мочевого пузыря расправляются, и мы хорошо оцениваем состояние стенок мочевого пузыря. При исследовании мы можем видеть полипы, образование в стенке желчного пузыря, взвеси в полости мочевого пузыря, иногда конкременты, камушки в полости мочевого пузыря, и так называемые косвенные признаки цистита мочевого пузыря. Это когда стенка мочевого пузыря утолщается, и кровоток в ней усиливается. Если пациента беспокоит учащенное мочеиспускание, то причиной этого может являться цистит. Цистит – это воспаление стенки мочевого пузыря. При таком состоянии, при ультразвуковом исследовании, мы видим утолщение стенки мочевого пузыря, взвесь в полости мочевого пузыря, а иногда хлопья, которые являются сгустками крови на самом деле. Поэтому исследование мочевого пузыря при циститах – это очень важно. Кроме того, нам необходимо провести дифференциальную диагностику между циститом банальным или какими-то дополнительными опухолевыми заболеваниями, которые тоже могут приводить к учащенному мочеиспусканию и появлению крови в моче. Самым коварным заболеванием мочевого пузыря являются злокачественные опухоли мочевого пузыря, которые, к сожалению, часто являются находками при УЗИ мочевого пузыря. Поэтому исследование мочевого пузыря рекомендуется делать здоровому человеку один раз в год. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря может помочь в постановке диагноза камней мочевого пузыря, опухолей мочевого пузыря, а также циститов. Часто УЗИ мочевого пузыря назначается мужчинам при аденоме предстательной железы. Тогда мы смотрим остаточную мочу, то есть просим пациента прийти с полным мочевым пузырем, а затем помочиться. И то количество мочи, которое остается у пациента, косвенно свидетельствует о том, насколько далеко зашел процесс. УЗИ мочевого пузыря чаще всего назначается урологами, гинекологами, терапевтами, а также пациенты сами обращаются, когда у них есть жалобы на неполадки в области мочевого пузыря. Продолжение следует...